Ну и жара, а? Пекёт, ёлы-палы. Дружище, я тебя понимаю. А вот карифана твоего понять не могу. Ты чё в шапке стоишь? Жара! 30 градусов! Пекёт! Ужас какой! Дружище, сними ты свою каску, мы тут отчистили всё. Нет тут кожиедов. Ну ладно, как хочешь. Ну чё, говорят, чё там будет-то, а? Друзья, всем огромный привет, с вами Харди. Мы продолжаем, это последний день на Земле. Лаборатория Генезис, Магенезис. А чё там будет, чё там будет? А есть у нас секретная информация, какие ресурсы нам потребуются в эту фантастическую лабораторию. Но будет это после 14 сезона. Это аж вообще будущее, но мы сейчас уже к нему можем готовиться. Вот это уже лаборатория Генезис. Там будет, что чинить, там будет, что бомбить. И это тоже она. Какие ресурсы туда потребуются? Информация не 100%, но 99%. Тебе потребуется туда стекловолокно, стекло, которые достаются здесь, в локацию порт. Стекло ты можешь бомбить прям вот сразу. Прям вот, вот спускаешься, прям вот... Фу, блин, запах лучше не стал. Вот в это говнище туда спускаешься, и будет тебе стекло, да? Ну и, соответственно, стекловолокно. Без каких-либо там суперкрутых катеров это тоже можно уже собирать. Всё, готово, да? Ну а если говорить о... Кстати, мужчина. Воу, мужчина, 19-й левел доставки достигнут. Посмотрим, что это за ключик, да? Что там за награда будет? Награда будет эпически фантастическая, даже не сомневаюсь. Чтобы это, значит, бомбить дело, тебе надо продолжать, конечно же, совершать доставки. В этих ключах и стекловолокно, и стекло. Ну и если ты не собрал катер, да? Там много-много всяких других вкусных вещей. А вот здесь, значит, да, если рисковать, можно находить мобильные телефоны, огнестрел, трансмиссии вездехода. Много-много разных вещей. Но лучше, конечно, со страховкой в два голды. Собака есть фантастический, значит, пёсик, верный друг, который даёт одну голду в сутки. Без шуток. Воу, хорошо, да, информация получена. Ну это, блин, да. Да, груз целел благодаря парам-пам-пам. Давай, до свидания, мужчины. Дирижабль, блин, тебе в голову. Негодяй вообще. 18%. Ну, недолго, да? Что будет на 20-м левеле репутейшн? Ну, я так понимаю, бесконечные ключи, как и в бункере альфа, да? У нас за репутацию, значит, инженера. Хорошо. Блин, это должно быть эпически. Это должно быть эпически. Это должно быть фантастически просто. Сейчас отнесём его, ну и пойдём, да? Если всё-таки ты собрал уже катер, есть, конечно, способ поинтереснее добывать стекло и стекловолокно. И вторая часть ресурсов будет во второй части ролика. Слушай, больше всего меня напрягает таскать вот эту шляпу. Ой, блиночки. Ну, понесли. Ой, надоело. Блин, ну ладно, понесли. Ну, чё, значит, надоело? Хорошо. 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 Теперь давай вернёмся всё-таки. Стоки. Стоки, те самые стоки. Это если ты не собрал катер. Будет тебе стекло, стекловолокно, плюс повышай репутацию сотрудников Генезис, Магенезис, да? И будут тебе ещё такие ящики, в которых тоже стекло, стекловолокно. Второй вариант, конечно же, это песчаный, песчаный карьер. Да и вообще для репутации Генезис он полюбасу нужен, потому что мешки с цементом, они используются в топ-доставках. Вот. Куда пойдёт Титан? Титан? Блин, ну вертолёт это ещё далеко. Ну, очевидно, что в вертолёте в грёбаном будет Титан. А будет ли у нас Ми-24? Да куда он денется, конечно, будет. Но это совсем далеко. Поэтому, поэтому. Будет ли в лаборатории Генезис участвовать Титан? Слушай, шансы большие. Сейчас речь о других четырёх ресурсах. Два я тебе уже раскрыл. Здесь красиво можно и без огнестрела, да? Почему красиво? Ну, потому что если без огнестрела красиво... Ой, сейчас такая замеса будет. Главное вот этого бомжа наказать, да? Все остальные тут ни о чём. Очень лёгкая локация. Сложнее построить катер, конечно же, да? А зачистить эту локу ничего сложного. Я её в полубреду, в полуавтоматическом режиме проходил. Это, конечно, идиотизм, да? Это идиотизм, но всё-таки. Локация проходится буквально, вот, буквально, я не знаю, 3-4 минутки. Это, конечно, идиотизм, но что на неё надо? Две лопаты целые, да? И одна целая кирка. Ну, и у тебя ещё останется и того, и того чуть-чуть. Сложность этой локации в постройке катера, конечно же, да? Не надо быть гением. И вторая сложность. Очень много лопат. Очень. Прям немеренно грёбанных лопат надо. Кирки уходят более-менее адекватно. Лопаты вообще просто. Со страшной силой. Здесь только эти мучители, да? Такие нормальные пацаны. Которые плявуны. Их ваншотить надо со спиняки, и будет всё нормалды. Ну, вот эти бомжи, да? Грёбаные. Давай, пили его, друг. Чтобы он два раза тебе не стрельнул. Хорошо. Котлы золотые. Золотые котлы. Методика простая. Вначале просто тупо зачищаешь, потом включаешь авторежим и готово. Единственное, когда авто включаешь, смотри, чтобы полные хп у тебя были. Это раз и два. И два, и два, и два. Оружие какое-нибудь в руках, чтобы было. И будет тебе счастье. О, хорошо, скверная. Скверный ты, обжора. Блин, я бы сказал, что ты нормальный, обжора. Но ты скверный. От тебя вот так вот пахнет, да? И вот это вот твое тело, вот это вот. И ты прыгаешь ещё. Вот эти вот брызги летят. Фу-фу-фу, блин. Фу. Скверная обжора. Гадость какая. Так. О, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а? Мужчина Легого. Мужчина Легого не иначе. Кстати, о Мужчине Легого. А ты знал, что вышел словарь? Какой словарь? Как правильно вообще говорить в Ласт Дэй? Да. Ну, если ты как бы блюститель, да? Грамматики. Я думаю, он будет тебе полезен. Сейчас мы его обязательно посмотрим. Сейчас нам дозачистить надо только вот эту бомжатню. Вот так. Хорошо. И тот негодяй да заагрелся. Главное, чтобы плевун не заагрелся. Вот так красиво обходим. Вираж ещё, вираж. Тут пилякаем. И труба красиво ушла прям вообще. Всё, да? Лучше лишний раз проверь. Вот эти бомжи приходят спустя время как бы. Теперь, что мы делаем? Так, давай китайский кексик скушаем. Есть такая тема, если ты смотришь спустя время этот ролик. Теперь мы делаем вот так. Причём вот этот тоже лучше размножай. Хотя больше 20 за раз я не собирал кварца. Ну, мало ли тебе вопрёт. И вот так, вот так, вот так. И вот так, вот так, вот так. Супер. Всё, готово, да? Включаем авторежим. Поехали. Спустя время надо будет проверить, потому что лопату он грёбаную сломает. Ну, а пока будем бомбить. Давай посмотрим всё-таки словарь, который вышел. На странице в официальном паблике Печка ТВ и Арена Харди, друзья, на главной странице можно посмотреть словарь Харди Даля. Да, вот так вот. Плюмульдинг – это еда, праздничный пудинг, объект крайнего счастья. Обозначается обозначение странных происшествий и различных аномалий. Бомж – это враг среднего уровня сложности и ниже. Вариации слова «ржавый бомж», «яростный бомж». Ди-эри-жабль, человеческий детёныш – это существо, совершившее глупое действие, существо больших размеров. И это правильно, друзья. Очень важно, кто такой негодяй. Это существа, это не одно что-то, совершившее отрицательные действия по отношению к игроку. «Грязь». Очень часто меня спрашивают, что такое грязь. Резко положительная или резко отрицательная ситуация. Хороший, полезный или плохой навык свойства. В общем, грязь может означать очень многое. В общем, почитай, почитай, полистай. Надеюсь, тебе будет полезен этот фантастический словарь. Ну, а модераторам и администраторам паблика ВКонтакте огромное спасибо. Так, как тут у нас дела? Давай посмотрим. Песочка будет ровно сорокетик. А вот этой шляпы будет двадцатка. Вот этой тоже двадцатка, да? То есть, как бы, неизменны. Эти ресурсы неизменны. Да, конечно, с катером собрать стекло и оргстекло гораздо легче. Вот, если ты уже собрал катер. Красавчик! Если нет, потихонечку пили, пили его, да? Чтобы к лаборатории Генезис, Магенезис уже быть во всеоружии. Чтобы уже было где-то на заготовке пятьдесят оргстекла, соточка стекла. Ну, примерное количество, примерное. Может быть, будет меньше, но сомневаюсь. Мне кажется, будет больше, нежели чем меньше. Готово! В принципе, в принципе, ты можешь не собирать здесь песок. Бомбить только кварц. Будет намного быстрее. Но-но-но, я собираю песок, просто банально мешки с цементом. А вдруг они тоже потребуются? Фиг их знает. Сразу давай зарядим его. Рецепт простой. Четыре кварца, а равно одно стекло. Могу тебе сказать, из личных наблюдений угля не хватает. Титановый слиток. Слушай, я потихонечку их бомблю. Ну, совсем прям потихонечку, да? Надеюсь, все-таки жести не будет. И нам не потребуется сразу миллион этого гребаного титана. Потому что, ну, это в моем понимании жесть. Это будет очень, 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 очень жестко. Не успели раз сделать мощные сборки и опять, да? Но я против не буду, да. Кварц требует очень много угля. Все требует очень много гребаного древесного угля. Серьезно. Поэтому лишнего он не будет. Заготавливай его заранее. Так, давай, давай, давай. Оценим, что в супер ящике. Почему супер? Да потому что это, блин, ящик за 19 левел. Почему этот ящик суперский? Потому что он за 19 левел. Там должно быть что-то с чем-то. Мы почти подошли к части второй, да? Какие же еще ресурсы потребуются нам в лабораторию? О, вон он красавчик стоит. Да, да, да. Я думаю, ты уже догадался, да? Ну, куда ж без него? Красиво, да, ванну переставил? Смотри, челобретик тут. Ну, как бы я еще работаю, да? Над красотой. Чтобы вот по фэншую там и все такое. Так, забираем это безобразие отсюда. Ух ты, как ты криво встал. Ух ты, елки-палки, да? Как будто он действительно песчаный. Песчаный ящик такой весь в песке. Долго лежал и все такое. Ящик с морского днища. В котором обычно говнище. Но в этом должно быть все круто, мол. Хух, удивите нас. Так, так, так. О, ну, неплохо, да? Неплохо. Ну-ка, давай оценим масштаб трагедии по ценности. Уравнить, великий уравнитель. Вот они, вот они. Смотри, вот это стекловолокно. Ты уже понял, что это такое, да? Это просто немерено гребаного стекла. Немерено стекло, это немерено кварца. Короче, круто был. Короче, круто был. Это, понятно, тоже дают. Это дают. Да все дают, все дают. Вообще нормалды, да? Возьмем эту шляпу, она нам сейчас пригодится. Не слабо, слушай, молодцы, молодцы. Это все как складик мы будем использовать. Так, в следующее заведение шапочку мы оденем. Выделываться не будем. Вот это тоже возьмем. Нам все потребуется сейчас. В следующем заведении, да, нас будут сейчас нагибать, наказывать. Вообще просто уравнивать, сравнивать с землей. И следующая тема, это вездеход. Да, друзья, увы и ах, вездеход. Нам потребуются ресурсы из болота-маболота. Вот, смотри, даже у снеговика глазенки округлились. Да ладно, что, серьезно, ничего себе. Ну а как ты хотел? Это же лаборатория Генезис, там все фантастически. Блин, снег... Нет, нет, нет... Блин, друг, прости. Ты за год столько натерпелся? Ну мне... Ну а куда мне? Туалет, говоришь, есть? Ну-ка. Блин, у меня там света нету, дружище. Я один раз ногой наступил, больше не хочу. Не обижайся. Ты же все впитаешь. Я потом из тебя снежки буду лепить и рейдер отдавать. Ты знал, что рейдеры любят? Да-да-да, желтый снег. Я не шучу. Они реально хорошо его берут, но это еще не скоро. Какие ресурсы нам потребуются? Ясеневая доска. Свинцовый листик. Потребуется ли торф? Фиг его знает, фиг его знает. Возможно, потребуется резина. Очень возможно. Резину доставать ты можешь даже сейчас в локации стоки. Та, которая в порту. Очень вероятно, что будет этот ресурс тоже. Потому что... Ну потому что стоки это стоки, да? Они доступны, они новые. Вот эти гребаные топливные брикеты. Энергоемкое топливо. Фиг их знает. Я их буду делать, да? Сделаю в запасе к соточку. Сеара. Сеара. В данный момент она используется у нас... Блин, гребаная рука. Панкизали есть! Уэээ! Ха-ха! Жесть! Вот для чего используется сера. Ладно, опять остапа понесло. Так бывает. Специи. Ну это готовка. Это тоже болото, да? Где берутся специи. Ростки добываешь, кукурузу рвешь когда. И будут тебе специи. Вот и все, пожалуй, ресурсы. Нас интересует с тобой основа основ. И основа основ это... Значит, сера. Возможно, она там потребуется. Через вот эти резиновые детали прессовать вот эту резину не надо. Это бред. Мы это делали, пока не было локации порт. Ну и, конечно, свинцовые листики, да? Для этого безобразия, опять же, тебе потребуется кирка. Опять все та же. Лопата. Все как обычно. И, конечно, железные топоры. Причем, смотри, железных топоров надо прям как лопат. То есть, если взять песчаный карьер, там лопаты уходят, здесь железные топоры. То есть, при добыче вот этой вот бревна ясенева, немерено топоров будешь тратить. Экономию на вездеходе, я думаю, ты знаешь. Не заливай никогда полный бак. Заливаем поменьше. Нажимаем ехать. Он тратит бенса, дальше бежишь просто за энергию. Это вообще безупречная стратегия. Так ты не сольешь весь бензин, который у тебя есть. Ресурсы будут участвовать, друзья, на 99%. Ящичек лежит, фантастика. Здесь мы просто как склад, да? Все как обычно. То есть, это хорошо. Ёлки-палки. Что, серьезно что ли? Ё-моё. Ну, я прям приятно удивлен. Ну, вот, собственно, то, что мы добываем, да? Слушай, прям приятно, приятно. Такой смотришь, думаешь, нифига себе загашничек. Вот это я домой сейчас все нафиг унесу. Скажу тебе из личных наблюдений, что здесь свинца добываешь, что здесь свинца. Отличие только в диких топях, топях, ты больше добываешь ясеня, да? А вот количество свинца одинаковое. Блин, я не взял аккумулятор гребаный. Фу ты, ёлки-палки. Аккумулятор не взял. Теоретически мы их можем скрафтить. Но это только теоретически. 20 свинцовых листов, это же идиотизм полнейший. Не, бункер Браво, там ты аккумуляторы достаешь. Вот эта шляпа, это то самое, да? Деревьев тут, я тебе скажу, немерено. Вот посмотри, их по радару прям видно, да? То есть ясеня этого дофига. Вообще, на самом деле, собираются ресурсы несложно. Самая большая сложность построить вездеход, ёлки-палки. Собрать ресурсы много ума не надо. Но сделать вездеход, ёлки-палки, слушай, 10 раз можно обострин словить. Ну, ну, серьезно, ну а чё? Я вездеход строил очень долго, очень. Ах ты ж, верблюдина, а. Ах ты ж, болотная верблюдина, а. Ну здесь, да, здесь такие негодяи, понял чё? Падаль, да, упырь. Ой, смотри, чё, а. Красиво, да, голову отрубили, прям как в кино. На первом риге, блин. Всё, мы уже в центре карты с тобой. Почему это так важно? Ну, это и есть свинец, да? Так, давай его пиля. О, смотри, лежит, лежит бомж. Это та самая грёбаная сера. Она тут добывается. Если оперативно добывать, да, всё хорошо. Если тупить, как я и делать скриншоты, тогда, конечно, противогаз быстро ломается. А так одного противогаза тебе на зачистку локации точно хватит. Разбитый шамолёт. Самый редкий ресурс здесь, это куча говна. Ха-ха! Вот так вот, не в бровь, а в глаз. Не веришь? Куча говна самая редкая, блин, здесь вообще. Торф грёбанный. Иногда бывает даже четыре кучи. Я не знаю, это стадо целое пробежало, кожуедов этих больших. Вот. А, 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 ну, чаще всего вообще нету. Вообще. Как, ну, так вот. Ну, как бы, специи, да, тоже редкая шляпа, что она вот падает, не падает. Но специи, ну, 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 нафига не нужны. Рыбий рецепт там, да, какой-то непонятный готовить. То есть, вставляешь вот в эту вот ерунду аккумулятор и перерабатывается эта грёбаная руда, бурильная установка. Не стой здесь. Вот это то же самое, что не стой под струёй. Почему? А потому что они будут прибывать, прибывать и прибывать. Нам с тобой это вообще не надо. Мы с тобой вот так отходим к кромке и начинаем бегать. Когда перестанет, значит, эта шляпа шуметь, конечно, приветствуется, значит, кувырок и спринт, да. Когда перестанет шуметь, выходишь из игры либо в глобальную карту. И всё будет хорошо. Ну вот опять. Всё, шуметь перестало, идём собирать. Ну-ка дайте мой ящичек заслуженный. Вот он, блинчики. Из него идёт столько же, столько же идёт... Как её там? Короче, свинцовая руда, да? Назовём её так. Столько же, как из красной локации. Ну, локация малюсенькая, быстрая, чёткая. Реально, лучше сюда бегать. Лучше сюда бегать. Я сомневаюсь, что нам потребуется очень много грёбаного ясеня. А вот свинца, да, свинца, наверное, если будет свинец, то будет достаточно. Вот они, те самые ресурсы. Давай посмотрим. Ну и ящик с рудой, да? Ясневое бревно, торф, из него горючку делаем. Из этого делаем порох, ну, фиг его знает. А это просто тупо жратва. И повезли, и повезли всё это безобразие домой. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Видос выходит каждый день. Я надеюсь, тебе будет полезна эта информация. Готовимся уже сейчас к лаборатории Генезис. Вот так вот. Ну и, конечно, оцени ролик луксом. Блин, забыл грёбаные топоры выложить. Не-не, пускай тут лежат. Ещё будем бомбить здесь, чувствую. Фиг знает сколько. Лопат столько, да? Я прям серьёзно тут подготовился. Молодец, молодец. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»